Чужие против хищника. Max Payne 3, Fallout 3, Dante's Inferno, а также что воруют в социальных сетях и когда все геймеры смогут попасть в Биошок 2. Это и многое другое прямо сейчас в виртуалите. Президент Венесуэлы Уго Чавес заявил, что PlayStation это яд, который приведет наших детей прямо в ад. И все из-за того, что он обнаружил себя в очередной игре для этой консоли. Мне неизвестно, сколько денег заплатила Чавесу Майкрософт, чтобы он не упоминал Xbox 360, на котором тоже есть эта игра. Но зато я твердо уверен в том, что зовут меня Макс Васильев, вы смотрите виртуалити и мы начинаем. Fallout'а много не бывает. До Маза Раши дошло наконец коллекционное издание самой постапокалипсичной всех RPG. Третья часть со всеми пятью дополнениями и патчами, да еще и полностью переведенная на русский язык. Это ли несчастье для фаната? Дверь убежища номер 101 вновь распахнулась, и радиоактивный мир засиял новыми красками под музыку 50-х. У вас появился шанс, подпевая, потратить на игру немало длинных зимних вечеров. И помните, мясо двухголовых броминов перед едой надо мыть с мылом. С незнакомыми гулями лучше не разговаривать, а с ядерными бомбами можно играть только в сопровождении взрослых. И еще, если что-то трещит в ваших колонках, возможно, это не глюк звуковой карты. Это еще чекеги. Мэтт Казов, герой видеоигр 80-х, с триумфом вернулся в одноименном экшене в мир полигональных врагов и устроил им настоящую кровавую варь. Но все поверженные им противники, как только ковбои, пираты и русская мафия, внезапно объединились и отправили Мэтта назад в 80-е. Так начинается новый проект с его участием — Bloodbed NPM. Да-да, старая добрая стрелялка справа налево, ну или слева направо. Одним словом, олдскул, а врагами Мэтта выступят все те же пираты, ковбои, русская мафия и гигантский пингвин. Пингвин? Понял? А, да, точно. Помните, игра такая была? Там еще пингвин бежал по северному полюсу и перепрыгивал через проруби и моржей. Вспомнили? В общем, вот вообще не похоже. Это скорее смесь Контры и Супер Метроида. Но все равно круто, особенно если вы сбегали из школы, чтобы погонять Контру на Дэнди с одноклассником, пока родители на работе. Времена были. Спортсмены, не прошедшие допинг-контроль, ленивые геймеры и чернокожий финн. У вас есть шанс поучаствовать в зимней Олимпиаде. Вышел спортивный симулятор Vancouver 2010. 8 дисциплин от славама-гиганта и бобслея до сноубординга и скелетона. Неплохая графика и казуальное управление, которое сводится к банальному нажатию на две кнопки. Игра доступна на консолях и PC. Правда, компьютерщикам опять не повезло, потому что интерфейс не переведен. Так что, если увидите на экране буквку А, это значит «жми J». Ну и, конечно, игра дает уникальную возможность поиграть за темнокожего финна, которого, как мы не искали, ну нет его в списке заявленных на Олимпиаду лыжников. Но, несмотря на это, он очень трогательно радуется победе. В английской психушке Бродмур пациентам разрешают играть в Нинтендо Ви. Ну, в принципе, ничего особенного в этом факте не было бы, если бы не одно «но». Это лечебница для душевно больных преступников наподобие архамской дурки из нового Бэтмена. Так что, за видеоиграми там засели насильники и убийцы, которые, мягко говоря, этого не заслуживают. В следующей игре тоже немало неуравновешенных людей, но живут они совсем не в сумасшедшем доме, а в подводном городе. Очень скоро гостеприимный подземный город Восторг снова распахнет свои объятия для миллионов геймеров, жаждущих острых ощущений. Разумеется, мы говорим о шутере Биошок 2. Об этом прокачанном психотропным средством Адамом и пропитанном духом Америки 50-х годов экшен. Эта новая глава в истории подводного мегаполиса начнется через 10 лет после событий оригинальной игры. В Биошок 2 вы окажетесь в роли Большого Папочки, самого первого экземпляра, а это значит, что он самый мощный, самый подвижный и неподверженный ничьему влияния обитатель Восторга. Его история пересечется с судьбой девочки, похищенной с материка. Кто ее украл и зачем, и почему она так важна для вас, и кто такая большая сестричка, все это вы узнаете в процессе прохождения. Ну, если одиночная кампания — это традиционная сильная страна Биошока, то отсутствие мультиплеера в первой части сильно подмочило репутацию игры. На сей раз все будет иначе. Мультиплеер в Биошок 2 будет, и это не просто тупое мочилово, которое так любят все парни, нет. Это как бы предыстория всех событий, случившихся в первой части в городе Восторг. Ну, то есть это как раз тот самый момент, когда все жители съехали с катушек и давай вдруг дружку палить. Подобно другим сетевым забавам, мультиплеер второго Биошока предложит стандартные режимы. Каждый сам за себя, команда на команду и традиционный захват флага. Только вместо флага выступает маленькая сестричка. Именно ее вам придется хватать и тащить на своем же плече, попутно отбиваясь от менее удачливых конкурентов. В общем, если вы переживали за мультиплеерную часть второго Биошока, успокойтесь и берегите нервы для сетевых сражений. Ну, а про одиночную кампанию, где вы в роли большого папочки будете сражаться с большой сестричкой и прочими еле выжившими обитателями города, вы уже и так наверняка все знаете. Не знаете? Ну, ничего, вы нам напомните, и мы обязательно расскажем про это в следующий раз. Вот скажи мне, интеллект, ты мне друг? Ну, друг. А если я украду у тебя денег, я останусь твоим другом? Ну, нет. Вот. Видите, чем отличается искусственный разум от настоящего? В социальных сетях полно игр, в которых нужно воровать у друзей деньги, и миллионы людей крадут друг у друга ресурсы, и при этом все равно дружат. Вы не верите? Тогда смотрите великолепную пятерку самых популярных игр в социальных сетях. И ты, друг, смотри. Субтитры сделал DimaTorzok и можете делать то же самое. Представляете, два миллиона геймеров воруют финансы друг у друга, а на украденные деньги можно строить платные сортиры и 3D-кинотеатры. Симулятор ворабатыва градоначальника на пятом месте. На четвертом месте примастилась звериная ферма. Здесь, ковыряясь в кроличем тюрьме из свиных грязевых лужек, 4 миллиона пользователей на убой кормят и поят домашнюю скотинку, колят ее всякими генетическими модифицированными лекарствами и обирают с несчастных животных молоко и мясо. Самое интересное, здесь также можно обворовывать своих зазевавшихся друзей, а можно им и помогать, подкармливая их животных. Звериная скал фермы с несчастными производителями мяса занимает четвертое место. Третьей стала игра из жизни работников общепита рестората, в которой залипло около 5 миллионов юзеров. Здесь забавный большеголовый человечек открывает пункт торговли шурмой или чебуреками с крысиными хвостиками, набирает персонал из числа приятелей, кормит народ всякими гастрономическими гадостями. Вы не поверите, но в ресторанах своих друзей здесь тоже можно воровать деньги. Также можно убирать наваленные посетителями кучи чего-то пахучего, просто так за респект. После этой игры как-то уже не хочется идти в обеды в рыгаловку за углом. Суровые будни пищевиков в игре «Ресторатор» на третьем месте. Вторую позицию занимает мега-популярная игра продачников «Пазендов». В ее западный вариант ежегодно заглядывает более 70 миллионов пользователей. У нас результаты скромнее, раз в 10, но все равно по популярности она легко бьет сайт Сергея Зверева, а также страничку «Подмосковная дача» и рейтинг сериала «Школа». Здесь вы получаете в свое распоряжение настоящее дачное хозяйство. Шесть соток глины, туалетный домик, грядки с вялым укропом и хамоватых соседей, которых надо при случае что? Правильно, оборовать. Только так вы взрастите на своем уделе самую сочную брюкву и выкормите курицу-мать героины. Второе место. Ну и возглавляет пятерку самых популярных игр в социальных сетях счастливый фермер. 8 миллионов россиян тратят месяцы своей жизни и тысячи настоящих рублей на то, чтобы посадить дерево, построить дом, вырастить... Нет, не сына, а какую-нибудь там полезную живность в виртуальной реальности, а потом ее перепродать. И это все вместо того, чтобы перестать просидывать перед монитором штаны и заняться настоящими делами. Представляете, они там даже изобретают способы, как обмануть систему и скопить еще больше денег. Потом незаметно украсть у друзей еще денег и на них купить улучшения для своего дачного участка. Все это, в общем, похоже на виртуальное рабство, которое заставляет людей воровать. И это находится на первом месте нашей пятерки. Далее в виртуалити. Чужие против хищника. Данты с Инферно. Макс Пейн 3. Алан Вейн. А также, какая игра чуть не провалила премьеру Аватара. И что должен знать о Mass Effect 2 любой геймер. Это в виртуалити. Мы снова с вами. Американский актер Нолан Норт подаривший голос принцу Персии и Натану Дрейку, как бы случайно проболтался, что в данный момент работает на озвучании третьей части Assassin's Creed и продолжения Uncharted. Жаль только, что он не сказал, когда появятся эти игры. Хотите знать, какие проекты выйдут в самом ближайшем будущем? Смотрите новости. Что делал слон, когда пришел Наполеон? Говорят, что жевал траву. Но мы наверняка этого не знаем. Лучше скажите, что вы будете делать, когда придет Наполеон. Total War. Правильно. Играть в эту игру. 23 февраля нам обещают выход этой стратегии в реальном времени. Игра включает в себя три кампании о походах Наполеона в Египет, Италию и Россию. Более 300 новых юнитов и возможность сыграть не только за Францию, но и на стороне противников. А кто из русских полководцев надрал Наполеону его императорскую, так сказать, «Ля жюбь»? Правильно, Кутузов. Если эта историческая личность вам по каким-либо причинам не знакома, то это еще один хороший повод сыграть. Потому что Наполеон Total War — это отличный способ подучить историю. В натуре преступность. Примерно так можно перевести название серии True Crime. И действительно, первые две игры были сплошь про преступников, прям как в GTA. А вот недавно анонсировали третью часть True Crime. И что бы вы подумали, снова про бандитов. На сей раз с ними сразится полицейский из Гонконга. И это не имеет ничего общего с боевиками Джона Ву и китайскими петардами. Это настоящий экшен, бесконечные погони, перестрелки, мафиозные разборки, а на первом плане — герой со своими моральными проблемами. Зовут его Вэй Шэйн. И от одного только имени китайские триады пулей вылетают из своих притонов. А уж от фамилии-то и подавно. Выпустить игру планируют осенью, чтобы триады далеко не улетели. Осенью они сонны. Чувствуете за спиной все это дыхание? Защемило в груди? Тяжело дышать? Поздравляем. Вы — морпех из «Чужие против хищника». Новый экшен со старыми знакомыми в главных ролях. Сюжет до безобразия просто. Археологи в сопровождении военных прибывают на планету, где живут себе никого не трогая чужие. Вскоре на эту же планету прибывает хищник, потому что очень переживает за спрятанные на планете реликвии. Цель чужих — спасти матку. Хищника — разобраться с незваными гостями. Цель людей — выжить. Поиграть можно будет за любую сторону, но только с 19 февраля. И мой совет — не выбирайте пехотинцев. Им в этой бойне хуже всего. А вот третий эпизод Half-Life 2 в этом году можете не ждать. Разработчики заявили, что он появится не раньше 2011 года. И вполне возможно игра будет называться Half-Life 3. Вот негодяи, а! Ну а сейчас мы расскажем вам о проекте, который выйдет уже со дня на день. От, молодцы, а! Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу. Так начинает свою историю Данте персонаж средневековой поэмы «Божественная комедия» и по совместительству главный герой брутального экшена «Данте с Инферно». Но как изящный рифмованный слог не похож на грубый язык силы, так и игровой Данте отличается от своего книжного прототипа. Данте — это жестокий крестоносец, который загубил не одну сотню душ. Но вернувшись с очередной кровавой бойни, он обнаруживает Беатричу, свою возлюбленную, безжалостно убитой. Вместо того, чтобы жестоко отомстить, Данте решил отправиться прямиком в ад, чтобы вызволить душу несчастной девушки. Для этого бесстрашный воин нашил себе на грудь красный крест и в таком виде пошел на костер, как следствием попал в мрачное царство Аида. Здесь пути книжного и виртуального Данте расходятся. Брутальный крестоносец, в отличие от своего поэтического собрата, долго не рассусоливая, навалял старушке смерти, отобрал у нее острую косу и уже с этим холодным оружием устремился на выручку Беатрича. Чтобы спасти девушку, Данте предстоит пройти 9 кругов Ада до краев, заполненных раскаивающимися грешниками. Обжоры, насильники, еретики, слостолюбцы и прочие нехорошие дядьки и тетки отчего-то пытаются помешать Данте в его поисках. Но коса в мелых руках послужит им хорошим аргументом, чтобы этого не делать. Кроме этих пропащих дух, в Аду будет полно всякой нечисти, разговор с которой у Данте короткий и даже очень короткий. Любого противника, отважный крестоносец, скосит три счета, будь то демоны, черти или адские твари, которых в 50 раз больше нашего героя. Другое дело, что геймер, который им управляет, не всегда сможет выдержать те мерзости, которые будут происходить на экране. Мы хотели, чтобы игрок буквально морщился от умерзения, убивая очередную страшилу. Они настолько противные, что мы и сами их боимся, особенно наши сотрудницы. Да, наши дизайнеры поработали на славу, таких монстров ни в одной игре нет. Но еще бы, ведь над врагами поработал художник, подаривший облик киношному хеллбою, тварям из второго Блэйда и некоторым особо отвратительным персонажам фильмов про Гарри Поттера. Но даже имя их знаменитого создателя не остановит целеустремленного Данте, для которого они лишь монстры, которые жалобно ревут, когда их кромсают на неровные кусочки. Спасет ли Данте свое возлюбленное? Выберется ли он из адового места? Бросит ли вызов самому Люциферу? Это мы узнаем совсем скоро, в феврале, когда выйдет игра. Кстати, по слухам, разработчики могут выпустить ее и на PC. Ну а если они этого не сделают, вот тогда обделенные PC-шники превратят их жизнь в настоящий ад. Далее в виртуалити. Какая игра чуть не провалила премьеру Аватара? И что должен знать о Mass Effect 2 любой геймер? Это виртуалити, и сейчас мы расскажем вам несколько занятных фактов из мира видеоигр. Например, популярный шутер Modern Warfare 2 разошелся на консолях тиражом почти 16 миллионов экземпляров. В то время как коробочные версии для компьютера купили меньше миллиона геймеров. Но зато из файлообменных сетей ее скачали 4,5 миллиона раз. По-моему, есть повод задуматься, особенно разработчикам игр для PC. Подробная информация об этой и других играх в новостях. Call of Duty Modern Warfare 2 не смогла заработать больше Аватара. Фильм Джеймса Камерна собрал более полутора миллиардов долларов, а игра только один миллиард. Но такому кино, как говорится, и проиграть не жалко. Тем более, что на счету Modern Warfare 2 есть и победы. За первые пять дней продаж она обогнала Гарри Поттера и Темного Рыцаря. А доходы от продаж всех частей превысили отметку в 3 миллиарда долларов, сделав этот сериал одним из величайших развлекательных проектов в истории. Камерна, видимо, тебе нужно тоже там как-то подумать и сделать что-то еще более крутое с продолжением Аватара, чтобы удержать парьму первенства. Дерзай. Максу Пейну тотально не везет. В первой части убили его семью, во второй — напарника. Потом сняли еще и кино, причем такое убогое, что Макса пора было бы наградить Орденом Лузер Века. Но это еще не все. В интернете появилась информация о том, что сценарий продолжения игры, которая должна появиться в августе, переписывается уже в третий раз. Эту информацию подтверждает и полное отсутствие роликов. Нет даже трейлера, одни голимые армии. Похоже, разработчики включили режим слоу-мо, и выхода Max Payne 3 в срок нам не видать. Представьте себе, Алана Вейка порвут на части. Но не самому Алана, хотя это тоже вероятно, а саму игру «Алан Вейк» для консолей Xbox 360. Сотрудники Microsoft проговорились, что решили разбить сюжет игры на главы, чтобы они напоминали современные сериалы типа Lost. И все бы ничего, но эти жадные издатели планируют после выхода игры продавать дополнительные главы через сетевую службу Life. То есть, хочешь узнать, чем закончилась история Алана, изволь заплатить за последние главы. Как бы после таких решений геймеры не разорвали на главы самих разработчиков. Свершилось! Наконец-то вышел Mass Effect 2. Продолжение научно-фантастической ролевой игры о приключениях командора Шепарда. Наконец-то мы узнаем, что же с ним приключилось после того, как он... А, то есть... Вы не играли в первый Mass Effect? Как вы могли вообще? Срочно смотреть сюжет! Интеллект, представляешь, они не играли в первый Mass Effect. Если вы ничего не знаете о командоре Шепарде, о механических тварях-пожинателях и сексе с представителями внеземных цивилизаций, значит, вы никогда не видели самую масштабную научно-фантастическую ролевую игру последнего времени в Mass Effect. Специально для вас, а также для тех, кто подзабыл, из-за чего, собственно, начался весь Сербор, напоминаем краткое содержание первой части. Итак, командор Шепард во время военной операции обнаруживает сообщение древней вымершей цивилизации, Протеан, в котором говорится о том, что 50 тысяч лет назад в нашу галактику вторглась раса разумных машин-пожинателей. Они уничтожили все органические формы жизни и удалились в небытие. В ходе дальнейшего расследования Шепард и его помощники выясняют, что один из пожинателей все-таки остался в нашей галактике и собирает союзников для подготовки очередного визита разумных машин. Шепард получает приказ командования помешать этому вторжению и с помощью древних знаний Протеан выполняет его. Пожинатели, большинство его союзников уничтожены, вторжение остановлено, но опасность угрозы не миновала, а снарное сражение впереди. Здесь вот, собственно, и начинаются события игры Mass Effect 2. Спустя некоторое время после неудачи Пожинателя в космосе начинают происходить странные вещи. Кто-то похищает людей в разных уголках галактики, причем иногда пропадают не только корабли, но и целые поселения и колонии. Это занятие как раз для командора Шепарда и его команды. Оказавшись в одном из очагов этих странных похищений, они вступают в бой с новым таинственным противником. Несколько ошеломительных роликов сразу же создают атмосферу эпического приключения, ну а далее следует череда неожиданных сюжетных поворотов, в промежутках, между которыми игрока ненавязчиво знакомят с несложным управлением. И вновь командоры Шепарда ждут полной опасности галактический простор. Но прежде чем отправиться в космическое приключение, выберите пол и облик вашего героя и его спецификацию из шести возможных — от солдата или биотика до инженера и разведчика. Понятное дело, солдафон лучше обращается с оружием и может носить самую прочную тяжелую броню. Зато биотик расшвыривает врагов с помощью телекинеза, инженер взламывает всевозможные замки электронного устройства, разведчик чует противника за три версты. Далее можно выбрать биографию Шепарда и распределить очки умений. От выбора биографии зависят варианты некоторых диалогов, а также отношение к вам со стороны других персонажей. Впрочем, если вы сохранили записи от прохождения первой части, то можете запросто перенести своего ранее выписанного Шепарда во вторую часть. В этом случае вы получите несколько незначительных игровых плюшек. Теперь ваш герой может начинать свою самую самоубийственную миссию во вселенной. Миссию по спасению человечества. Вперед, Шепарда! Мы с тобой! Ну и напоследок посмотрите на ящик Пандоры из коллекционного издания игры God of War 3. К сожалению, нам таких коллекционных не видать никогда. В наши подарочные издания добавляют лишь растянутые майки до ржавые жетоны. Но не стоит расстраиваться, господа, тем более, что в следующем выпуске Виртуалити вас ждут подробности жизни инопланетных тварей, игры для настоящих мужиков и краткое пособие по выживанию в космосе. С вами был Макс Васильев. Стендбай!